Встреча с Ниной Бастет 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 чтобы радиослушатели на которые нам отвечали со своего опыта и со своей жизни и просто по своему пониманию этого что такое счастье и можно ли через страдания прийти к счастью вот такие интересные вопросы я думаю что людей заинтересует она не такого ничего частной жизни можно не рассказывать поэтому даже в нашей маленькой комьюнити можно выступать и так что такое счастье и можно ли через страдания прийти к счастью номер телефонов студии 847 4005 200 набирайте будем общаться отвечайте на вопрос и так и начнем конечно с того что в прошлой передаче мы говорили о том что к страданиям можно относиться много подходов но два самых главных это научный подход да то есть или психологически со стороны психологии психиатрии и второй вопрос это духовного духовный подход и мы говорили о том что западная и восточная психологи да и врачи относятся к страданиям через научный подход через восприятие страданий даже через как химической реакции в теле химическая реакция которой никто не отменял она происходит но они не идут глубже да и через гормональные реакции но духовные практики восточные практики духовные практики идут намного глубже они понимают что химические реакции в теле связанные с реакцией организма на ту или иную ситуацию и страдания связаны не только с том что с тем что происходит в мире и или у человека в жизни но также с его кармой с опытом души из прошлых жизней с опытом души в этой жизни и с энергиями которые разные у мужчины и женщины и вот именно к этому вообще не подходят да то есть как бы очень часто на это тоже не обращают внимание то есть вот мы все должны вести себя так если мы вспомним даже к мужчине и женщине относились пара одинаково да то есть никто не считал о том что женщина более эмоционально никто об этом не думал и женщин в прошлые годы засу даже запихивали сумасшедшие дома дома за то что у них начинается депрессии за то что они очень эмоциональны да то есть мы знаем это были в америке их решали решали родительских давали эмоции за психиатрию то есть как бы как бы страдание то есть это страдал мужчина но тем не менее а это никогда раньше я считаю что именно из этого естественно женщина пришлось бороться за свою свободу и они именно поэтому стал такой сильный феминизм хотя мне кажется они взяли немножко найти как перегибы сделали но тем не менее у них не было другого выхода им пришлось бороться вот интересно такой вопрос если научное описание вот такого феномена как страдание есть 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 но как бы научная более научная мы кстати об этом говорили то есть что есть страдание а есть чувство страдания то есть страдание это противоположное состояние по отношению к состоянию счастья поэтому я спросила что такое счастье то есть для того чтобы если люди скажут такое счастье я потом тоже озвучу свою позицию да но начнем это очень неприятные тягостные или мучительные ощущения при которым человек испытывает физически и мы или эмоциональный дискомфорт боль стресс муки неприятные мысли то здесь как бы все в кучу здесь уже в кучу идет и само страдание и само отношение к этому страданию но очень интересно что даже физическое страдание все-таки в очень часто используется как в духовной в духовной вещи мы знаем что есть практики духовные которые ну знаете даже вот в религиях помните когда они кнутами себя на то есть как самолинчевание да но в принципе физическое страдание использовалось духовных практикам как жертвоприношения богам для более быстрого перехода в счастье то есть как бы знаешь это вот у меня дом маленький у меня дом маленький возьми козу да когда показу вылежит дом станет большой поэтому а тут даже физическая то есть для более быстрого перехода в счастье использовалась страдание но если мы думаем что так сегодня не происходит то мы очень сильно ошибаемся потому что сегодня даже медикаменты используются как именно по этому по этому принципу например есть очень много мази и разогревающих которые приносят боль для того чтобы или которые сделаны на горчицы на перцы и вакуумные банки змеиный яд все это используется для чего человеку причиняется боль это вызывает реакцию физическими данной физическом уровне реакцию в организме поднимает иммунную систему иммунная система начинает бороться но здесь очень важно понять разделение боли и страдания потому что люди которые просто относятся к боли как боли это нормально но люди которые к страданию начинка болен относится как к страданию это уже проблема вот есть например я говорила уже в прошлой в прошлом прошлой передачи что такие капли которые сделаны в в лесах амазонки из растения которые капают глаза кстати но излечивает колоссальное количество болезней но очень очень болезненные я кстати вчера я сделала я долго сопротивлялась боялась но думаю ну уж не может быть хуже чем чего что и другие всякие разные вещи испытала ну было действительно очень больно очень больно но ну жить можно это больно всего две минуты но если человек эти капли что они делают они то есть духовный их урок кроме того что физическое лечение колоссального количества боли глазных болезней духовный урок разделение страдания и боли потому что боль она все равно временная правильно но даже сегодня я хоть и против лекарства в принципе даже к очень сильным болям можно принципе принимать лекарства и я понимаю про про мы не можем не считать страданием хронические какие-то тяжеленные болезни которые у людей да то есть но есть такая книга называется возлюби болезнь свою говорящий о том что ни одна болезнь не приходит просто так и когда ты относишься к болезни таким образом и понимаешь что возьмешь на себя ответственность за все что с тобой происходит жизни то есть то страдание уйдет вы знаете я с тех пор как я занимаюсь духовными практиками ну слушайте я что же человек и у меня тоже постоянно там то здесь заболела то здесь заболела я не отношу я может быть никогда не относилась к этому как страдание не знаю но очень интересно я знаю женщин которые вместе со мной идут по этому же процессу не горят какой класс вот мне сейчас здесь заболела это значит какая-то энергия негативная уходит и и пробивается какие-то или каналы раз раскрываются и так далее и это правильное отношение но если проще даже реакция на это люди же говорят что если тебе допустим там больше 40 и у тебя ничего не болит значит ты уже умер да и тоже это уже тогда выходит как бы счастье потому что самое большое кстати страдание у людей которые боятся смерти то есть боязнь смерти вызывает колоссальное страдание у человека у есть такая песня называется the rose у бетти мидлер которая потрясающие слова такие как один раз я и слушала слушал а потом вдруг раз слова услышала вау а слова там говорят так что душа которая боится смерти не живет ты знаешь да про кого это кино это же было кино называлась the rose не на это кино про джанис джаплин я не знаю в этом расскажешь мне найдешь кино когда эта песня потом я запишу да но песня просто потрясающе то есть самое главное там слова там много потрясающих слов но это эти слова которые тут та душа которая боится смерти не живет я не говорю что не нужно что нужно хотеть умереть это две разные вещи я не хочу умереть или я боюсь смерти к сожалению это боязнь смерти очень подсознательная очень подсознательная и человек об этом не знает кстати те люди которые говорят вот я сейчас закончу жисть самоубийством это люди которые боятся смерти то есть именно их пугает смерть но почему-то они нам может быть думают что других тоже это пугает я деда или люди которые боятся смерти или это люди которые привыкли все контролировать то есть они хотят уйти на их на их условиях ну или люди, которые... Ну, это, в принципе, люди-манипуляторы. Но те, которые хотят уйти, это нужно же иметь... Слушай, нужно иметь силу воли, чтобы покончить жизнь самоубийством. А вот те, которые пугают других, это те, которые говорят, что я закончу жизнь, закончу жизнь самоубийством и так далее, или хотят, честно, ее сделать, но не могут. Это люди, которые боятся смерти. А вот боязнь смерти, это действительно приносит страдания. Итак, эмоциональное страдание тоже вызывает оздоровление человека. Это неприятные, тягостные впечатления, через которые, в принципе, как я считаю, человек, научившись управлять этим состоянием, может ускорить переход к... именно к состоянию счастья. И очень часто в нашей жизни из-за того, что мы неосознанно живем, и осознанно начать жить просто так, вот когда ничего с тобой не происходит, очень тяжело. Вот я лично знаю сама на своем опыте о том, что я бы тоже не пошла, наверное, в трансформацию и не делала сейчас то, что я делаю, потому что я занималась бизнесом, очень серьезным, большим бизнесом. Я занималась стройкой. Чтобы мне сказали, что я вот этим буду заниматься, чем я сейчас занимаюсь, то я бы не поверила. Когда первый раз я начала заниматься, делала джувелри, ювелирные изделия, я говорила, да такого быть не может. Да я и ювелирные изделия. Но в каком месте там? Я бухгалтер по образованию, но занималась стройкой, строитель. И я не могла себе представить это. И тем не менее, это все произошло, и меня заставили. То есть как бы высшие силы просто делают так, то есть тебя просто выталкивают из зоны комфорта. Ну вот видишь, смотри, вот интересно у тебя отношение, видишь, какое ты говоришь, высшие силы тебя заставили. А кто-то, который об этом не задумывается, просто вот живет, как живет, да? Он бы сказал, жизнь заставила. И жизнь заставила? Ну жизнь заставила. Ну это они, наверное, имеют то же самое. Но проблема в том, что есть люди... Это люди, которые абсолютно не имеют никакого отношения к духовности и так далее. Но ты хочешь сказать тогда вторая часть этого фразы, то что ты говоришь, что эти люди начинают страдать. Да. Правильно? То есть они испытываются, они входят в состояние страдания. Да, то есть что-то произошло против их воли. То есть вот я потерял деньги, я страдаю. Я развелась, там развелся, я страдаю. Меня бросили, я страдаю. Меня кинули вот здесь в этом бизнесе, я страдаю. Там кризис настал, я страдаю. Заболел, я страдаю. То есть... Мучения и страдания одно и то же. Интересно, наверное, да? Ну подожди, есть физическое мучение, да? То есть как бы... Нет, мы сейчас не обговариваем. Есть точно так же физическое, наверное, страдание. Ну да. То есть мучение от страдания отличается? Мучение от страдания... То есть есть мучение от страдания. То есть я так страдаю, что аж мучаюсь. То есть... Ну, я в принципе, я думала, это разве не синонимы? Я не знаю. Я тоже не знаю. Это вы у нас специально. То есть, наверное, мучение и страдание одно и то же. То есть я бы так сказала. То есть получается, что важно для того, чтобы не страдать и перестать страдать, это правильные знания. Правильные знания дают человеку возможность не страдать. То есть только возможность. То есть помнишь, мы говорили о том, что мы в прошлый раз, помню, закончили передачу о чем, что человек должен пройти для того, чтобы действительно как бы избавиться от страдания. Три стадии. Ты помнишь, говорил, что нужно ли читать, не нужно ли читать? Нужно. То есть вот это вот читание, то есть или ты читаешь, или ты изучаешь, или ты на семинары ходишь, на тренинги, дают человеку возможность избавиться от страданий и жить по-другому. И только применение знаний дает результат. То есть если человек ходит, а я знаю много таких людей, поверь мне, которые ходят на все семинары, на все практики, ездят по всем ретритам, и ничего не происходит. Потому что... Потому что их больше всего интересует поляна после того, как уже настрадались, насиделись. Ну, страдать они не очень любят. Да, они страдать эти люди не очень любят. Они с этих ретритов убегают и кушают где-то в других местах. И там... То есть типа я была на ретрите, но не так. И поэтому эти люди, к сожалению, не применяют знания. А эти люди вообще понимают, для чего они посещают, вот, например, такого типа ретриты? А сегодня стало модно. О! Вот разница между посещать как тренд или посещать для того, чтобы обогатиться духовно или осознать то, что с тобой происходит. Ну, во-первых, есть люди, которым, ну, вот, их жизнь не заставила. Они просто ходят на ретриты, ну, как развлечение, знаешь, как этот вот, просто как развлечение. Эти люди не ищут себя. Они просто живут как это вот. И слава богу, если у них в жизни все хорошо, и это счастье, и радость, пусть себе делают, что хотят. То есть как бы... Ну, если у тебя уже... Или у мужчины, или у женщин уже одинокий. То есть, ну, в смысле не одинокий. Давай не будем это называть свободный, да? Ну, для тех, кто страдает, это одиночество. Можно я расскажу анекдот? Ну, конечно. Он такой нормальный. Для радиопседия, да. Не очень пошлый. Муж после визита к врачу приходит к жене и говорит, дорогая, то, что мы с тобой называли оргазмом, оргазмом, оказалось просто Паркинсон. То есть люди часто не понимают, что с ними происходит. То есть они принимают желаемое за действительное, они принимают действительность как наказание, вместо того, чтобы к этому отнестись. Люди принимают любое страдание, любую болезнь, любое несчастье как наказание. И спрашивают сразу, почему я, за что мне такое несчастье? Да, за что мне, за что мне, не хотя принять на себя ответственность за то, что происходит. Ничего, мы все эти передачи, о которых мы ведем, да, говорят о том, что мы должны взять за себя ответственность. Это значит, что я ответственен за свои мысли, которые привлекают ко мне эти несчастья. Это первое, на физическом уровне. То есть мы идем, поговорим про резонанс со Вселенной. То есть все является результатом твоих действий, мыслей, намерений. И сегодня, в современном мире это происходит все быстрее и быстрее. Время ускоряется. Ну, времени вообще не существует, но у нас сегодня кажется, что время очень ускоряется. То есть если карма работала в следующих жизнях, у нас нет возможности это делать, потому что очередь стоит реинкарнироваться сюда. То есть эта карма должна быть решена здесь и сейчас, сегодня. Поэтому люди... То есть ты подумал, оно осуществилось. К сожалению, осуществляется больше негатив, чем позитив. Но это просто потому, что в негатив мы больше верим. То есть мы вкладываем колоссальное количество энергии в те негативные слова и мысли, как мы живем. А позитив, который мы заставляем иногда, уже когда приходим к этому, заставляем себе говорить, мы в это не очень верим. Потому что быть уверенной, что там, типа, например, женщина, которая смотрится немного... Она полненькая, смотрится в зеркало и сказать, что да, я красавица, я стройнее молодею и так далее. У нее на задней... сзади есть... Это все чушь, оно еще не происходит. А вот если она скажет, я толстая корова, в себе глядя в зеркало, вот это произойдет моментально. Правильно, правильно. То же самое у мужчин, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем или там с любовью и так далее. Любая мысль, моментально, правильно? Мы телевизуемся, конечно. Любая мысль. То есть, типа, я не хочу просто на радио говорить, да, эрекции нету, все, у меня проблема. И это уже все больше и больше нагнетает. И ты из состояния счастья переходишь в состояние несчастья. Хотя на самом деле проблема может быть, блин, поменяй свое питание, поменяй образ жизни, элементарно. Перестань пить. Перестань пить, да. Куча вариантов, как исправиться от этого. Но негативные мысли, это вот невера. Невера в божественные силы, неверия в себя, неверия в то, что это можно исправить, в свое тело. Неверия в свое тело, что мое тело, возможно, может исправить все. Ну, видишь, я честно, я это все отношу, особенно вот в нашей, в русскоговорящей комьюнити, я не имею в виду здесь, в Чикаго, вообще, в принципе. Я это отношу к тому, что, ну, вот 70 лет все-таки жизни в Советском Союзе не приучили, не научили людей, как правильно относиться к тем или иным... Это не только в Советском Союзе. Весь западный мир. Весь западный мир такой, но чуть-чуть лучше других стран. Там было более открыто. Чуть-чуть, чуть-чуть. Другой разговор хотят люди этим заниматься и верить, это другой разговор. Но именно как навыки, как знания того, что происходит, ну, у нас их просто не было. И у них тоже их не было. Их приучили ходить к врачу, и чуть что, сразу идти к врачу. У нас перерыв. Очень интересно. Поэтому, да, мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся, и продолжим этот очень интересный разговор. Уважаемые дамы и господа, спасибо за то, что остаетесь с нами. Спасибо за то, что вы нас слушаете. Номер телефона в студии 847-400-5200. Мы возвращаемся в программу Нины Бастетт. Не очевидное, но вероятное. И сейчас Нина сделает еще небольшое объявление, а потом мы продолжим нашу тему. Прошу. Да, для тех, кто не слышал первую часть программы, я хочу объявить про ретрит, который будет в день осеннего равноденствия, сентябрь 20 по 23 сентября, где будут семинары по отношениям между мужчиной и женщиной. Заретрит для незамужних женщин, которые хотят встретить свою любовь, и достойного мужчины. Ретрит будет на английском языке. Для того, чтобы просто зарезервировать места свои, хотя бы приблизительно, чтобы знать, сколько людей будет участвовать, и вам зарезервировать эти дни, потому что там получается два рабочих дня, пожалуйста, звоните 224-688-0155, чтобы я, когда будет больше информации, прислала больше информации. 224-688-0155. И мы продолжаем тему о счастье и несчастье. Счастье и страданиях. Страданиях. И мы говорим сегодня в основном про эзотерические или духовные отношения к страданиям. Итак, причиной возникновения страданий является как внешние, так и внутренние. И внешних причин, конечно, избежать сложно, потому что на внешние причины это уже наша карма, это уже наши прошлые жизни. Ну и я не верю в случайности, но тем не менее, наверное, случайности есть. С другой стороны, есть внутренние, наши внутренние проблемы, которые являются результатом страданий. То, что называется, как мы относимся к жизни, это наши неправильные установки. Это связано и с нашим, в том, как мы родились, в какой семье мы родились, и как нас воспитывали, и религиозными практиками. И человек, не осознавая это, может дать укорениться своим отрицательным установкам у себя. Это зло, обида, вина, зависть, гнев, ненависть, раздражение. Если человек дает укорениться этим отношениям в себе, он подсоединяется к такой вещи, как называется эгрегор страданий. Эгрегор — это энергетическая структура, которая объединяет людей, которые думают и действуют на одной волне. То есть у них энергетические вибрации вибрируют одинаково. Поэтому я всегда, когда говорю, на самом деле, в конце своей передачи, в начале, в середине, меняйте свое мышление и думайте позитивно, да, это не дает человеку подключиться к этому эгрегору страданий. Но страдание сегодня стало модным. То есть на самом деле, этот эгрегор страданий подпитывается огромным количеством людей. Посмотрите, что происходит в окружающей нас мидии. Все, что мы слышим, это о проблемах. Все, что мы слышим, это негатив. Почему считается, что люди, которые идут по духовным практикам, лучше не смотреть телевизор, лучше не участвовать в этом, потому что хотим мы этого или не хотим, мы берем чью-то сторону. И когда мы берем чью-то сторону, мы подключаемся автоматически к этому эгрегору страданий. Потому что считается, если ты не сочувствуешь этому, значит, ты бесчувственный человек. Нет, ты сочувствуешь, ты сопереживаешь, ты понимаешь тому, что, да, есть в мире очень много неправильных вещей. Но для того, чтобы изменить этот мир, нужно изменять себя. Изменив себя, вокруг тебя изменяется колоссальное количество людей. Знаю это на своей практике. Вижу, как меняются все члены моей семьи, когда я работаю над своим родом. Просто меняются. И работая над собой, кстати, excess consciousness говорит о том, что тысячу с чем-то человек, когда ты меняешь свое мировоззрение, тысячу с чем-то человек меняет это же мировоззрение вокруг. Поэтому это очень уникальная вещь, но нужно понять, что есть такой эгрегор страданий. То есть это, в принципе, атмосфера, в которой ты живешь. То есть это так, мы знаем, что атмосфера в поликлинике отличается от атмосферы парка, да? Или даже в доме в одном атмосфера, в спальне отличается атмосфера в ливингрум. Почему? Потому что сидя в этих комнатах или находясь в парке, большинство людей думают о чем-то о днем, о дном и разговаривают, там, о какая природа красивая, или о каких-то деревьях, природе, статуях, что там находится. То есть у каждого места есть своя атмосфера. Эта атмосфера, это и есть та энергетика, которая присутствует. Ведь мы же знаем, что если люди шли на демонстрацию или случайно туда попадали, правильно? То есть какая-то там выход против чего-то, да? Они просто вовлекались, потому что масса, вот эта масса, вот эта масса, эти вибрации, которые были в этом, тебя тут же настраивают, даже если ты не хочешь. Поэтому лучше просто не включаться к этому. Те люди, которые постоянно думают, смотрят передачи о несчастных случаях, попадают в эти несчастные случаи. То есть мы привлекаем... Отсюда пословица, помнишь? Дурной пример заразителей. Заразителей, да, да, да. То есть просто мы берем и подстраиваемся, и попадаем в такие вибрации, в резонанс, подобные ей окружающему миру. И когда они, вот эти вибрации очень большие, они объединяются в эгрегор. И сегодня существует такой эгрегор, как эгрегор страданий. Я думаю, что он намного меньше, чем эгрегор счастья, к сожалению, на сегодняшней жизни. Эгрегор страданий меньше, чем эгрегор счастья. Да? Ну, если ты посмотри на окружающие нас людей, какое количество людей страдают и живут в страданиях, или какое количество людей живут счастливо. Я, честно говоря, очень мало вижу, которые живут счастливо. Да. Потому что просто показуха счастья, то есть типа и семья, и в семье, и там типа все показное очень часто бывает. А внутри люди несчастливы. Почему количество антидепрессантов такое? А детям, которым дают антидепрессанты, там, скольки лет, я не знаю, то есть прописывают им, что такое антидепрессанты? Это человек не хочет заниматься собой, не хочет понять, что причин... Или не знает как. Или знает как, но не хочет. Или не хочет. Потому что боится. Потому что это значит выйти из зоны комфорта. Да. Понимаешь? То есть как бы лучше я возьму антидепрессант, который сделает так, что я буду думать, что мне хорошо. Правильно? Да. Это же то? Да, так оно есть. То есть чем это отличается от наркотиков? Ничем. Только легальностью. Да. Правильно? То есть мы антидепрессанты принимаем легально, а наркотики нелегально. Ну, антидепрессанты, опять же, человек не хочет брать на себя ответственность, поэтому лучше мне врач. Он же врач. Он же врач. Вот он мне выпишет, и все будет. Вот это то, на чем мы остановились. На том, что ты говорил, что в постсоветском пространстве люди-выходцы мы намного меньше знали, да? Они, мы на самом деле были меньше зомбированы, чем они, чем вот те, кто жили в западном мире. Западный мир вообще привык точно. Если мы знаем, что... Западный мир привык к этой таблетке. Таблетка, да. Там даже этой таблетки не было. То есть у них, в принципе, вот эта таблетка антидепрессант, это таблетка для счастья. У нас была другая проблема. У нас не считалась депрессия проблемой. Да, да. То есть как бы даже не было такой проблемы, как говорящий о том, что у женщины после родов, может быть, moderдовая депрессия, да? Их просто считали, ну, идиотки просто какие-то, да? То есть здесь... А здесь наоборот, эту проблему возвели в ранг обязательный. То есть как бы... Я просто помню, как это говорили. То есть типа, ну, может быть, может быть депрессия после. Я говорю, подождите, подождите секундочку. Почему она должна быть? Зачем вы вообще об этом говорите, пока она не наступила? когда наступит будете об этом говорить но поэтому а в советском союзе все-таки люди лечились правильно лечились натуральными методами не принимали там антибиотики сразу если что у меня то есть у меня ребенок уже много-много лет следует тому что я ему даю без всяких лекарств то кроме таллинола и ва профина то есть от этого мы пока что не можем избавиться к сожалению просто потому что это даже можно сказать тоже нет 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 просто вовремя не схватываешь головную боль и бывает такое и поэтому поэтому здесь не было намного лучше чем у нас весь западный мир привык страдать страдание то есть у нас это считалось вообще нормальной а в вообще в религиях как считается то есть мы пришли в этот мир страдать и вот пострадаем а там нам дадут сколько 40 наложниц здесь пострадаем и там 72 а извините пожалуйста я не до считаю совсем другие наложницы да там типа или в рай попадете ну или типа но во всех религиях во всех главных религиях сегодняшних во всех типа мы будем здесь пострадаем там будем жить хорошо мученики мученики да то есть вот и вот это мучает мученическое настроение не дает жить людям это неправильно то есть я лично не считаю что мы пришли сюда страдать я считаю что мы сюда пришли получать уроки понять что это не страдание и изменить ситуацию изменить ситуацию то есть то есть изменить отношение к тому что происходит то есть начало на ментальном уровне понять что боль это боль страдание это страдание. Я не исключаю, что есть действительно, как мы говорили, страдание бывает. Ну, в смысле, действительно, оно есть. Но, тем не менее, когда ты даже понимаешь даже это, что это значит, что это душа, которая там болеет очень сильно или умерла раньше времени, ушла раньше времени, это был ее выбор, это была кармическая ситуация, которая должна была произойти. То есть даже магия, которую могут сделать на человека и он уйдет преждевременно, не бывает случайной. То есть все, что сделано с человеком, даже кем бы то ни было, это результат его же действий, его же мысли, только он об этом не помнит. Потому что мы пришли и нам, как моя дочка рассказывала в иудаизме, есть такое, что для того, чтобы все забыл человек, когда он рождается, то ему ангелы, перед тем, как он выходит от матери, три раза ударяют под носом, щелчок. И знаешь, как это все? It's all under your nose. Все прямо у тебя под носом есть, но мы должны об этом не помнить, мы не помним. Поэтому просто человек не помнит о том, о тех действиях, которые он сделал к другому человеку по отношению. И эти страны. То есть когда человек это понимает, мозгами понять тяжело. Когда человек проходит эту ситуацию, может быть, сделав регрессию в прошлой жизни. Кстати, то, что я делаю. И я видела разные ситуации у людей, которые делают регрессии в прошлой жизни. Или медитируя. Человек может сам увидеть свои прошлые жизни, если он серьезно занимается медитативными практиками. То есть есть много вариантов увидеть, по-настоящему пройти эту жизнь. То есть по-настоящему понять, почему он страдает. И это немножко облегчает страдания. Или вообще он говорит, блин, так я же там того-то убил в прошлой жизни, а он мне здесь там разорил меня. Или что-то другое сделал, да? Еще что мешает покинуть нам эгрегор страданий. Это очень важная вещь, которая к нам все-таки. Люди должны быть здоровы. Для того, чтобы покинуть это эгрегор, все-таки мы должны быть здоровы. А если мы не здоровы, то человек не может с этим смириться и считает себя страдальцем. Но что мы хотим сделать для здоровья, мы уже об этом говорили, принять таблетку. И все, вылечить сразу все. То есть 30 лет болеть, а потом раз, или сходить к хиллеру, который должен над тобой поработать руками, и все должно пройти. С первого раза при том. Все с первого раза. Как поется песня, уколоться и забыться. Да, но тем не менее, надо просто понимать, что здоровье не улучшается за два дня, не улучшается таблетками, потому что таблетки прописываются не для улучшения здоровья, а для снятия симптомов. И если вы хотите принимать таблетки, принимайте, потому что все остальное, это просто тяжелая работа. Работа над собой, работа по очистке организма, по перестройке питания, по перестройке образа жизни. И это все работа, та, которую начинает делать человек, который понимает, что он хочет жить здоровым и не приносить страдания своим близким. Опять же про страдания, да? Ведь если болеет близкий, болеет мать, отец и так далее, то кто страдает больше всех, кроме того, что этот страдает от физических мучений, вся семья страдает. А что они могут сделать? У них есть ответственность перед матерью или отцом. Что они могут сделать? Вот это начинается уже страдание, да? Это уже серьезно. Но здесь тоже, нет, здесь тоже очень важно понять, как к этому относиться. То есть если твоя душа выбрала этих родителей, зная, что эти родители будут пофигистыми и не будут своим здоровьем, и на старости будут тебе давать hard time, то как бы получается, что ты тоже выбрал этих родителей, зная, что тебе за ними нужно смотреть. Вот поэтому люди должны сами заниматься своими проблемами и менять свое отношение к жизни. Тогда вот смотри, интересная вещь получается, с одной стороны человек должен сам заниматься своими проблемами и делать определенные шаги, предпринимать. Но, тем не менее, никто это делать не хочет, поэтому существуют психологи, поэтому существуют целители, гадалки, предсказатели, и люди ходят к ним за miracles, за чудом. Правильно? Абсолютно. Вот поэтому вопрос стоит в том, что есть ли смысл обращаться к такого рода помощи или обратиться к человеку, который тебе покажет, как работать над собой и что-то предпринять для собственного улучшения состояния. Вы знаешь, ты знаешь, ты только что спросил вопрос, который очень интересный. Меня задал вопрос вчера мой сын в 17 лет, который пришел искать мам. Ну вот ты делаешь там, я рассказывала, да, про аюаску, это психоделическое, да, средство, там ты делаешь камбо, это на физическом уровне, это яд-лягушки, там разные практики. Как это тебе помогает? Потому что ты говоришь, ты что, вот просто говорит, прошла, тебе показала аюаска, с чем тебе надо работать, и что, все, ты выздоровела? И это то, которое, это очень большая проблема, с чем люди, которые этого делают, и у них ничего не получается, они годами ходят и делают одни и те же процедуры, а у них ничего не получается, потому что они не понимают, что кто бы тебе что ни сказал, будь то это целитель, который, будь то это психолог, или там психоделические какие-то практики, тебе показывают и вынимают из твоего подсознания, бессознательного, проблему, с которой ты должен сейчас работать, при том, эта проблема, это как слои, то есть это не то, что вот это одна проблема и все, но это как чистка лука, потому что ты прошел самую главную проблему, но нужно дойти до каких-то еще, или наоборот, мы начинаем с самых легких проблем обычно, для того, чтобы дойти до глубины и он мне спрашивает, а что делать дальше, мам, вот ты услышала, вот я вам клянусь, мы вчера два часа разговаривали, он говорит, вот ты это увидела там, что у тебя есть такой-то, такой-то страх и что делать дальше, я говорю, дальше с этим работать, он говорит, а что значит работать с этим, я говорю, значит работать, просто если коротко и ясно сказать, это узнать, это первое, правильно, то есть вот как, чем занимается психология, сегодняшняя, она вытаскивает из тебя ту проблему, которая в тебе, как тот страх, который существует, тоже делает психоделики, то же самое делают многие практики, да, узнать об этом, принять, принять это, смириться с этим, окей, я на моментальном уровне понимаю, у меня есть эта проблема, эта проблема связана с моей прошлой жизнью, для того, чтобы я это приняла, я должна первое, поверить в то, что есть в прошлой жизни, правильно, то есть когда тебе, а что это, они как он говорит, подожди, а может быть то, что тебе психоделики показали, это потому, что ты уже об этом знала, потому что ты вроде бы этого уже видела на медитации, и ты увидела то, что ты хотела увидеть, я говорю, нет, это так не работает, то есть, это тоже, это вот это и есть принятие, это принятие, что это правда, то есть это то, что было. Есть стадии работы. Абсолютно. На первой стадии ты должен хотя бы сознаться в том, что есть проблема. Есть проблема, это самая первая стадия. Но иногда, вот когда ты идешь заниматься, ты идешь к целителю, или ты идешь к кому-то, и тебе об этом, к психологу, и ты не понимаешь, что это есть, и тебе может взять несколько раз, чтобы тебе кто-то сказал, у тебя есть страх смерти, или у тебя есть страх остаться бедным, или страх не жениться, или не выйти замуж, быть одиноким, и ты скажешь, да нет у меня такого страха. И тебе, там ты пошел к одной гадалке, к одному целителю, потом к психоделику, и может быть, в какой-то момент тебе ты сказал, окей, он у меня есть. И это называется принять. Второе принятие, это принять, откуда он идет. Но он идет с прошлой жизни. Подожди, какая прошлая жизнь? Мы умираем, и все, больше ничего нету. Это тоже принятие. Принятие, понимаешь? То есть, следующее, это, и самое последнее, это смириться с этим, вторая стадия. То есть, окей, это у меня есть, я не буду с этим бороться, потому что бороться бесполезно. Оно у меня есть, хорошо, я бы не хотел это иметь, но тем не менее, мне его нужно отпустить. И вот это я отпускаю. Любое страдание произрастает из нежелания отпускать старое и переставиться к новому. То есть, или это из этой жизни старое, или это из прошлой жизни старое, но мы не хотим выходить из своего, из своего, из своей зоны комфорта. Да. Конечный пункт исцеления любой болезни, это изменение своей реакции на то, что происходит. Правильно? Абсолютно. То есть, но если вы, например, рассказываете про прошлое, и вас еще это цепляет, то есть, вы все еще реагируете как-то на это, то есть, тебе жалко что-то потерять, или ты страдаешь из-за этого. То есть, если есть малейшее, вот ты рассказываешь про что-то, это не значит, что нужно забыть. Мы не говорим про забыть, потому что это уроки. Не нужно забывать свои уроки. Ну, это хорошо, как, знаешь, это те люди, которые не помнят уроки, что про войны, которые произошли, и про исторические уроки. Не нужно забывать уроки, нужно помнить. Но их нужно помнить абсолютно без никакой зацепки. То есть, не должно быть никакой реакции эмоциональной. И вот тогда ты знаешь, я эту ситуацию отпустил. И страдание, вот я тоже всегда называю отработка. То есть, может быть, не очень хорошее слово, но и страдания закончатся. Оно так и есть. Оно так и есть. Почему? Потому что даже люди, допустим, с алкогольной или с наркотической зависимостью, да, но ты его никогда в жизни даже не притащишь к лечению, если он не признается в том, что да, у него есть так проблемы. Поэтому все остальное, это уже не важно, если не воспринимается проблема. Да. Оттуда идет. И вот тогда, когда мы отпускаем, немножко-немножко отпускаем, сразу у человека меняется энергетика. То есть, его вибрации повышаются, и вот то, что его раньше цепляло, его просто цеплять не будет. То есть, он может поругаться, никто не говорит, что этот человек не может ругаться. Поругался. Есть такая притча, когда встречаются, вот прилетают два, два лебедя на озеро, и вот они решили подраться там, я не знаю, за что-то. Они подрались друг к другу, там поклевали немножко, потом встряхнулись, вот так вот сделали крылышками, встряхнулись, и улетели, и забыли про это. А люди эти ситуации не отпускают. Проблема в том, что человек будет говорить об этом еще очень-очень долго. А вот притчу, я сейчас расскажу, если успею, что идут два монаха, идут два монаха, и они один старый и молодой даосские монахи, и речка большая, и женщина, которая не может ее перейти. Старый монах берет, поднял эту женщину на руки, они же не могут касаться женщины, перенес. И они пошли дальше. Три часа позже, возле подхода к монастырю, молодой монах говорит старому, ну мы же не имели права ее переносить, ты же не имел права ее трогать. А он говорит, а ты ее все еще несешь. Понимаешь? Потому что в голове, конечно. Тот перенес, и его не волнует, он просто сделал хорошее дело, и все, можно, нельзя. Перенес и забыл. Он говорит, а ты ее все еще несешь. Так вот этот груз, который мы несем с собой всю жизнь, обиды, горечь, боль, я не знаю, зависть, что у старшего брата лучше, чем у младшего брата, а у среднего вообще лучше. Там или типа, мама меня тогда поругала, а папа меня там пошлепал. Эти все обиды нужно отпускать, изменяя свое отношение к жизни, понимая сначала им на ментальном уровне, приняв это и отпустив это, люди могут стать здоровыми, вернее, станут здоровыми. И от здоровья идет счастье. Поэтому, к сожалению, мы не получили ни одного звонка, но я хочу пожелать вам, сначала хотя бы на ментальном уровне, поймите, слушайте, приходите ко мне на консультации, к колоссальному количеству других целителей, которые учат, как пройти и стать счастливыми. То есть это то, чем я занимаюсь, я занимаюсь тем, что я могу показать человеку дорогу к счастью. Поэтому звоните мне, 224-688-0155, или найдите того человека, который может вам помочь. Будьте счастливы. Спасибо огромное, будьте здоровы, и обязательно увидимся в следующий раз. Всего хорошего. Или услышимся. Или услышимся.